5 программ без цензуры еще почти полчаса на ваших экранах пенсионерка Валентина Минина, которая выиграла недавно дело в Витзенском районном суде Риги и правозащитник Владимир Галочкин еще все это время на ваших экранах. Вы ищите ответ на вопрос, можно ли вообще прекратить безобразие в жилищно-коммунальном хозяйстве нашей страны. Пусть он может и кажется вам немного философским, но все-таки попытайтесь найти ответ на него и пишите электронку на мамикинс.тв5.лв. По-латычески написано, от Норманда господина Галочкина нужно в мэры Риги за то, что он заботится о простых жителях. Всем на законы плевать, письте человек с ником Зингер, все пилят бабло. А вот что написал Игорь. Пока у Рижской думы 51% акции от Рига Силтум с порядка со счетами по отоплению не будет. Это же беспредел какой-то. Он же выгоден прежде всего домоуправом, посмотрите на каких они машинах ездят. Подскажите нам, пожалуйста, куда пожаловаться? Мы живем в районе Иманта, у нас у всех дети, и нас обслуживает детская поликлиника Веселебесцентрс. Так самое интересное, что дозвониться до регистратуры тоже вообще невозможно. Но это не совсем коммунальный вопрос, Романна, но мы попробуем вам за эфиром дать ответ, хотя можете попробовать и в интернете поискать. Я обращалась везде, была я у Шакова, общалась с представителем домоправления, отопление отключено 4 года назад, дом расселяется, потеря воды по дому на одну комнату общежития. 80 латов и 48 сантиметров только вода. И никому не могу доказать, что аварии в нашем доме не устраняются. Будем ждать неделю аварийку, а за потерю платят оставшиеся жильцы. Это уже Нина делится своими впечатлениями. А вот что другой Игорь написал, в Риге же как, за одну и ту же услугу, типа отопления, надо платить одну и ту же цену. А скажем, в Елгое все это в три дорога. Али овес нынче подорожал. Вспоминая классиков, упряжка мопилирует Игорь. Пишите вы, мамекинс.т5.л. Господин Галочкин, я вот о другом хочу вас спросить. Вы выиграли в Сенате Верховного Суда некоторое время назад дело о том, что если нет договора, если отношение квартиросъемщика или владельца квартиры, обслуживающей организации на основе закона, то нельзя какую хочешь процент пеню включать. А ведь нередко случается так, что обслуживающая организация, будь то кооператив жилищный или домоправление, там, я не знаю, по огромным суммам только в качестве штрафного процента включают в счета. Вам известно что-то из последних дел, из последних случаев таких в Риге? Вот ко мне очень много людей обращалось по этим вопросам пенни, но тут, видите, закон четко, конкретно, ясно определяет, что пенни брать можно только по решению суда и не более чем 6% от 100 в год. Это как гражданский закон. Да, но сложилась такая ситуация. Вот пришла ко мне группа владельцев квартир. Когда-то лет 5, может 8-10, они подписали договор. Договор был на государственном языке, как и положено. Люди взяли его, повертили и подписали. А там было указано, что в случае наличия долга, владелец квартиры будет платить 1% в день. Ну, тогда они все имели работу, проблем не было, долгов не было. Нельзя подписывать документы, не читая. Вот. За науку надо платить. Им сколько им насчитали, им придется заплатить. Потому что... Вот, видите, это же болезнь как бы всех людей. Закрытыми глазами написал. Мне сказали договор стандартный. Ну, не бывает же стандартного договора. Это же свободная воля изъявления двух договаривающихся сторон. Вот. Он раз и поставил автограф. Вот. Поставил, плати. Вот, знаете, сейчас в кооперативе Юбилеев, который в Плябниках находится, там 2500 квартир. 26 больших многоквартирных домов. Да, он большой. Сделано что? Ходят дворники, плачут по заданию руководства. Подпишите, подпишите свою смету на следующий год. Смета предусматривает, по сути дела, отказ владельцев квартир от своих прав. Это по большому счету. А по маленькому счету руководство решило повысить себе зарплату. И сделано так. А, и молодцы какие. Вот. Сейчас для них кризиса нет. Они и так живут. Ну, извините, в кооперативе Плябники зарплата дворников 600 лад. То есть, я сейчас в Резионной комиссии, мы разбирались, но Резионная комиссия, она может только проверить и констатировать... Не в Плябнике, в Юбилееве. В Юбилееве, в Юбилееве. Она может констатировать нарушение. Мы не можем принять решение что-то отменить. Вот мы выяснили, нормы для дворников такие, что дворник может, не утруждая себя, выполнять ежедневно три нормы. Я знаю, много людей приходят с работы, отработав 8 часов. Причем, извините, не вагоны разгружать. Падают люди от усталости. Сейчас, ну, это такой характер сейчас производства, что люди должны отдаваться на полную катушку. А здесь сделаны такие нормы, что человек не утруждаясь, выполняет три нормы, получает три зарплаты. Ну, естественно, такие работники двумя руками и двумя ногами за такое руководство. И эти вот работники, дворники ходят по квартирам, подпишите, плачут. К моей жене пришли. Подпишите, она говорит, да я не хозяйка, муж хозяин. Вы знаете, он не подпишет, подпишите вы. А если, говорит, вы не подпишите, то меня уволят с работы. Ну и что получается? Сейчас вот в кооперативе Юбилеев ходят дворники, подпишите бумаги. Во-первых, люди, подписав такую бумагу, отказываются от своих прав. Людмила из Риги дозвонилась. Людмила, слышите нас. Доброго вечера вам. Добрый вечер. Прошу вас. Добрый вечер. Я хочу сказать спасибо Владимиру, который правильно борется и надо делать так всем жителям Риги и всей Латвии. Я хочу сказать про себя. 5 января исполняется ровно 8 лет, как я борюсь с хозяином, в хозяйском доме. Значит, дошла до финансового суда. Финанский суд продлил мне договор. Ну, к сожалению, пойдет следующий круг. Но надо не сдаваться и биться до конца. Спасибо вам большое, Людмила. Ларис написал на электронку. Вот аналогичная ситуация у нас, как у пенсионерки Мининой. В счетах от Ригаснаму по родникс появилась графа аварийной работы и сумма. На наши вопросы был ответ, что была проведена заделка швов по заявкам двухлетней давности. Удивительно. Если у вас имеется накопление, а они действительно имеются, то почему сумма проведенной работы снята не с накоплений, а добавленных в счетах? Причем позиция, пишет автор, от 4.20 до 6 латов в месяц. Наверное, потому что ваши, вернее, наши накопления уже в виртуале, а разве же это аварийные работы. Да. У вас есть, госпожа Нина, накопительный фонд на доме? Вот фонд на лицевом счете дома? Квитанциях нет этого накопительного фонда. А вообще он есть в природе существует? Был амортизационный фонд по июнь 2007 года. А потом куда делся? А потом нет. Был до веса и ушел? Значит, а потом стало, значит, и так, ремонт Дарби, ремонт Дарби, ремонт Дарби. Да. И после надо еще сильнее, аварийный ремонт Дарби, понимаете? И я подсчитала там, это 5,5 лет, по копеечкам, по копеечкам, но нигде отчета не было, и на собрании не было. Амортизационный фонд, я спрашивала, заявку дала, а говорит, а вы, как она сказала, не корректно ставите вопрос? А корректно это как? И кто вы такая, кто вы такая, чтобы запрашивать? Ну, я по кооперативу просила. Па-па-па-па-па, вы член кооператива раз, и вы владелец недвижимостью два. Ну да, 21 дом, и я хотела это, знаете, как и бумагу подать, вид. Но что вид? А вид пишет, без ее согласия мы не можем дать данные какие-то. А куда деньги делись? Амортизационный фонд. Куда? А, и опять спрашиваю, никакого ответа. Я занимался этим вопросом по кооперативу Пурцина с помощью судебной системы. И вот, что удалось выяснить. Значит, в течение десятилетий собирались с владельцев квартир деньги на капитальный ремонт домов. Была собрана, ну, я думаю, сумма порядка там полмиллиона или миллион ватт. В один прекрасный год эти деньги были присвоены. Они исчезли. Но это же, в общем, уголовная статья. За это сажают в тюрьму, лишают свободы или, как минимум, приговаривают к принудительным работам. Вы знаете, правоохранительные органы здесь очень не хотят этим заниматься. Вот. Почему? Ну, вот сейчас дело в суде находится, любопытное дело. Значит, я получаю финансовый отчет за год. Это по закону мне положено. Финансовый отчет за год. Сказано, что на ремонт дома в конкретный год истрачено 800 лат. Вот. Какие ремонтные работы? Кто проводил? Зачем? Почему? Как? Никакого ответа нет. Я подаю в суд, чтобы мне вернули деньги за этот период. В суд приходит бумаги, что, оказывается, ремонтных работ выполнено на 3,5 тысяч. Документы, где надо, уничтожаются. Где надо, делаются новые. Что хотим, то делаем. Потому что мы имеем дело... Ну, подлог – это подделка документов. Мы имеем дело с квартирной мафией. И к мафию можно, понимаете, карательными органами мафию победить нельзя. Пока не восстанет народ против этой мафии, пока мы не объединимся... Почему мой телефон сегодня идет по экрану? Я хочу объединить людей. Люди, давайте объединяться. Или будет плохо очень. Ну, вот честно. Опять-таки, психология нашего постсоветского человека, замученного кризисом, работающего, как вы совершенно справедливо сказали, на износ каждый рабочий день. Сколько людей готовы пойти до конца? Вот сколько? Ну, вот по моим данным, вот после последних передач, публикаций, уже, наверное, процентов 10 готовы идти по судам. У меня уже целая пачка доверенностей от людей. Сейчас собираются большие группы, которые будут подавать коллективные риски. Как? Что? Люди оплатят свою пошлину, дела там будут вести либо я, либо другие. Ну, есть люди, которые грамотные, юридически подкованные. Но другого выхода нет. Юрий Золойный, это выход наш, к нашим зрителям по телефонной связи. Юрий, доброго вам вечера. Добрый вечер. Прошу вас. Господин Галочкин, у вас уже не первый раз. И я сейчас скажу то, что я говорил, тоже не первый раз. Пока мы платим, мы все налогоплательщики, мы все платим деньги за то, чтобы выполнялось государство надзорной функции. Поскольку, по-моему, Калмейер, генерального прокурора, я слышал, он сказал, с нас, с прокуратуры сняты эти надзорные функции. Сняты законом, да, это правда. Да, а я о чем? Есть вот практика господина Галочкина. Кто-то должен, и я не кто-то из людей, а кто-то из государственных органов, возможно, министерство развития регионального там, да, обобщить эту судебную практику. И не может быть, чтобы из одного кооператива в другой все это повторялось, и чтобы все это не должны были побеждать общественники. Юрий, вы прям вот святая детская наивность. Вы знаете, что у нас министр провозгласил приоритетом номер один победить Лембергса. Какие там чайные пенсионеры в прежнешне-коммунальном хозяйстве? Я не наивность говорю, я говорю так, как я в свое время, я очень много общался, так сказать, с органами прокуратуры в Советском Союзе. Я имею в виду, требовал от них, чтобы они занимались надзором. И я должен вам сказать, что хватало одного прокурорского предупреждения. Но я не сейчас не об этом, а о том, что господин Галочкин борется, а оплачивается в кооперативах труд этого юриста, труд этих людей, оплачивается другими членами кооператива. И нету ни одного, сколько я понял, решения суда, когда бы возложили бы эти расходы на тех, кто виноват. Чисто конкретно, кто виноват. Вот кто подал в суд, и пусть бы оплатил бы расходы этого юриста, и все. И если бы это все было оплачено, да, один раз, второй раз, третий раз, тогда бы не возникало, может быть, у Галочкина проблем выходить под суда. Юрий, спасибо вам большое за ваш звонок, господин Галочкин. Это же правда. Это же правда, правда? Что вы вдыхаете? Нет, я с тем, что сказал, вот звонивший, я не согласен. Почему? Ну, подождите, вы... Я абсолютно не согласен. Ну, это какой-то вот, есть организация Роспил, да, там, Навальный, а это есть организация Латпил. Это вот пиление бабла, извините за интернет-сленг. Понимаете, есть сейчас законы, законы хорошие. Любому дому сейчас во главе всего этого процесса поставлен дом. Никакая обслуживающая организация не может диктовать дому права большие даны. Ребята, ваш дом, управляйте своей собственностью. Хотите, создайте свое товарищество. Хотите, перейдите под государственный жертв. Хотите, вообще ничего не создавайте, заключите взаимный договор. Все у вас права. Но если люди не хотят ничего делать, попробуйте, соберите собрание подъезда. Ой, невозможно. Я уже не говорю дома. Все на все согласны. Соберите собрание подъезда. Хотя подъезд не единица в толковании законов. Да, а юридически нету таких прав. Но есть вопросы, которые может решить подъезд. Например, сделать самостоятельную уборку и не платить дворнику и сэкономить деньги. Каждый свою лестничную клетку, допустим, раз в месяц может подместить. В Далгу впился, кстати, такая практика существует. Но люди не хотят делать. Вот в чем проблема. Надо честь, достоинство, самосознание, гражданскую позицию пробуждать у людей. Потому что предыдущие годы оккупации из людей сделали рабов. Владельцы квартир на сегодняшний день, это мое поколение в основном, старше меня. Чуть-чуть моложе может быть. Люди, которые прожили эти годы оккупации, у них рабская психология. Они прекрасно умеют писать анонимки. Они прекрасно умеют писать кляузы. Но с открытым забралом пойти в суд, назвав имя, фамилию, личный код. Но правила игры кардинально поменялись. Сейчас единственный орган, который ни прокурор, ни полиция не будет защищать, они и не должны защищать. Должны защищать сами себя. Если те на голову садятся и какают, ну хотя бы надо пошевелиться, махнуть рукой и сказать «кыш». Удивительно, что еще находятся такие люди, которые в наше время борются действительно за счастье народное, написал Игорь. И хорошо, что есть такая передача, где можно от души что-то сказать. Спасибо вам, Игорь, за то, что писали. И правда. Может ли быть выставлен счет на оплату коррекции воды в 7,9 кубических метра дополнительно, если расход по счетчику составляет 7,6 куба в метр? Это Людмила Риторийским вопросом задается. Тут еще две электронки пришло. Одна от Жанны, вторая не помню от кого. На Читобе женщины жалуются на то, что в их квартирах нету полотенчика. Полотенцесушитель совершенно официально стоит электрический и заварена тем же домоуправлением труба, которая проходит, ну как стояк, сквозь этажи, но не обогревает, не делает петлю, не обогревает помещение ванной. При этом регулярно и та, и другая женщина платят по выставленному счету за полотенчик, которого нету. Ну, требует, домоуправление требует женщина. Ваш короткий комментарий, если... В законе сказано, есть такая норма законодательная. Если ты просто взял и перестал платить, ты должник. Но если ты обратился в суд и перестал платить, ты не должник. Потому что пока идет судебная разбирательность. Идет нормальный хозяйственный спор. Слушайте, а вот нередко получается так, что вот две минуты уже до конца, слушайте, прям на полусловие. Но все-таки человек подал заявление в суд, а с него приходят и требуют деньги. Ходят инкассы компании, стучат сапогами в дверь, пугают письмами детей и пенсионеров престарелых. Письма иногда хамские приходят. То есть получается как-то вымогательство так далее. А вот здесь вот уже это поле деятельности полиции, прокуратуры. На моей практике был такой вариант, что человек подал суд, а на него там стала эта компания, которая вотрясает, начала наезжать. Я сказал ему, он пришел, обратился ко мне, что делать? Я сказал, возьми свой иск в суд, сходи в эту компанию и скажи, что либо отвяжитесь, ребята, либо будет заявление в прокуратуру, разбираться будет прокурор с вами. Все, адрес его забыли на следующий день. Последний, наверное, вопрос от Сергея. Вопрос огромное количество можно, значит, нам нужно еще встретиться с вами, господин Галочкин. Но Сергей спрашивает, вот о чем. Может ли товарищество собственников кооперативного дома, да, вот товарищество собственников квартир в одном доме, как в единице в трактовке нового закона, на практике заключить прямой договор с поставщиками услуг Рига Силтумса отопления? Да. На практике невозможно этого добиться, вот Сергей указывает, только через суд, что ли? Если товарищество собственников квартир зарегистрировано в регистре предприятия, как юридическое лицо, оно может. И если Силтумс отказывает, то, соответственно, тоже суд... Здесь даже мэр вмешается, здесь вмешается, прокурор вмешается, здесь орган, который контролирует монополии, тот вмешается. Здесь даже, может, до суда не надо доводить. Спасибо вам большое, я уж не буду писать все электронные послания со словами благодарности правозащитник Владимир Галочкин и пенсионерка Валентина Минина. Весь этот час почти были на наших экранах. Спасибо вам большое и выдержки. Вот, я еще, вы тут сказали встретиться, да, вот я тут последнее дело выиграл, то есть меня назвали жуликом. Да. Но наш суд, вот я судью могу только хорошее сказать, состоялось заседание суда, вот месяц назад. Суд постановил, за то, что меня назвали зужуликом, ну, должны выплатить за моральный вред 500 лат. То есть и компании по очернению тоже можно противодействовать? А я сейчас, вот тут был задан вопрос, чтобы виновные расплачивались. Вот я сейчас начинаю, ну, это мое, разрабатывать тему такую, чтобы за все это платили. Мы за каждый противозаконный шаг, за каждое противозаконное действие платили материальную кальку. Слушайте, дай вам будет здоровья и сил, вот по-русски говоря, потому что это огромную внутреннюю исполинскую силу надо иметь, чтобы... Вот человек хочет получить информацию, например, показания общедомовых счетчиков, да, ему не дают, ему наносится моральный вред. Ребята, раскошеливайтесь. Спасибо вам большое, нам действительно пора заканчивать. Благодарю вас за внимание, всех, кто участвовал в онлайн-опросе, первая позиция впереди. Благодарю всех, кто звонил и писал электронные послания. Уже не можем совсем, правда. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин